На минувшей неделе сеть облетели странные картинки, изображающие команду Уфы. Горожане недоумевают, кто и на чьи деньги разработал этот розовый брендбук, и что это за Барби Лэнд образовался у нас на месте городской мэрии. Тем временем, как и предполагалось, гениальные действия Ратмира Мавлеева в части городской логистики и транспорта дали предсказуемо катастрофический результат. Перекрытие Затонской трассы вызвало настолько интенсивную волну возмущения граждан в последние дни, что в панике мэрия решила сегодня, 29 июля, эту самую Затонскую трассу не перекрывать. Я уж не знаю, как там обойдутся глухие спортсмены на велосипедах и где они будут кататься в этот день, но похоже, что в этот раз, хоть и с опозданием, но чиновники мэрии, эти самые Барби-мальчики услышали пожелания уфимцев. А еще выяснилось, что помимо увлечения вот этой розовой Барби темой, Ратмир Мавлеев оказался талантливым учеником ради Хабирова. Конечно, Ратмиру пока еще не по зубам такие масштабные проекты, как устилание целых парковых пространств Араратской лиственницы, но вот тропинку за 100 миллионов рублей он уже может залудить. Стало известно, что мэрия Уфы бабахнет еще 75 миллионов в дополнение к предыдущим миллионам в благоустройство так называемой пешеходной тропы «Уфимское ожерелье». Мнение уфимцев в этом вопросе, конечно же, однозначное. Начинать все-таки нужно с насущного, а не с прекрасного. Ну, например, мог бы Ратмир Мавлеев начать с наведения порядка в сфере общественного транспорта или вывоза мусора. А вот то, как на самом деле уфимская мэрия в реальности стоит на страже общественных интересов и общественных денег, иллюстрирует ситуацию, которая сложилась в городе с жилищным комплексом «Грани» в центре Уфы. История эта довольно давняя, но характерная. Давайте начнем с самого начала. Затеял как-то раз депутат горсовета строить жилье в городе. Известный городской строитель и миллиардер Филюс Ишбулатов с изумительной легкостью и очень недорого получил землю в квадрате улицы Красина, Гафури, Чернышевского. И его строительная компания «Агидель Инвест» начала быстренько и скоренько строить там жилье на продажу. Отметим, очень недешевое жилье. Городские власти в то время должны были по всем законам и правилам озадачить этого самого Филюса строительством вокруг ЖК и на территории, которую он получил, социальные инфраструктуры. Ну, знаете, там всякие школы, поликлиники, детсады и всякое вот такое. Но почему-то городские власти несколько лет не озадачивали этого Филюса вот подобной социальной нагрузкой, которая, повторюсь, должна быть по закону. Может, руки не доходили у мэрии, да, дел же много, там, тропу, здоровье какое-нибудь строить и так далее. А потом спохватились и давай от этого Филюса депутата горсовета добиваться социальной инфраструктуры и взаимности. Но не добились. Побежали в суд. А суд возьми и вынеси решение, что поезд-то ушел. Сроки давности упущены. И требовать от этого самого замечательного горсоветовского депутата Филюса уже ничего нельзя. Вот кто после этого наши городские управленцы? Ну, не иначе, как какие-нибудь упущенцы. А если серьезно, у меня вопрос, кто ответит за то, что многомиллиардное упущение случилось в мэрии? И вопрос к вам, дорогие зрители. Верите ли вы в то, что мэрия Уфы, депутату горсовета Уфы взяла и вот так вот случайно простила несколько детских садов, школ и поликлиник? Ну, просто по недоразумению простила. Вы в это верите? Я в это не верю.